Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Яна, я куратор направления ЮМОВ в открытом университете. С нами сегодня Александр Зеленский. И я бы хотела вам задать несколько вопросов о вашей йоге-практике, которая уже более 25 лет. Первый вопрос, зачем на сегодняшний день современному человеку заниматься йогой? Ну, дело в том, что йога, в общем-то, нужна человеку вне зависимости от времени, эпохи, культуры, в которой он живет. Потому что, в общем и целом, йога – это, скажем так, совокупность методов, которые позволяют регулировать жизнь человека как индивидуума, как части сообщества социального в плане улучшения качества жизни, здоровья, самообеспечения, психологического комфорта, возможности более успешной и экологичной коммуникации, а также развития своих когнитивных и психических способностей, вот, скажем так, высшей функции ума. И для современного человека задачи стоят те же самые, что, в общем-то, и для наших предшественников. Это обретение, так называемой, гармонии с собой, понимание своего места в жизни, ощущение и понимание своих границ, избавление от каких-то возникающих естественных иллюзий по поводу себя самого и по поводу отношения с другими людьми. И развитие тех качеств сознания, которые помогают человеку как индивидуальному существу принять вызов окружающей реальности, прожить свою жизнь, встретиться со смертью, в конце концов, и сделать это с достоинством и с ощущением, что, в общем-то, уже терять нечего. То есть такой, скажем так, у йоги глобальный, эволюционный есть момент, на мой взгляд. Ну, плюс для современного человека эти вызовы, они еще дополнительные коннотации приобретают, потому что мы живем в эпоху, когда у нас, с одной стороны, есть много информационных выводов, то есть нам необходимо еще и работать с информацией, да, в том числе и уметь ее структурировать, отсеивать так называемые фейки, да, ну, в плане, скажем так, духовного развития то же самое, да, приходится все время тестировать ту информацию, которая приходит на предмет того, соответственно, реальности или нет. Вот, опять же, есть огромное количество фактов, которые нам дают развитие научных технологий, да, их мы тоже должны как-то адаптировать к тем задачам по самосознанию, которые у человека есть, да, по факту того, что он рожден. Вот, и третий момент, это, собственно, то, что касается здоровья, потому что для людей в современном, в современном обществе, особенно в урбанистическом, стоит проблема недостатка движения, гиподинамия, вот, это негативно складывается и на здоровье, и на, скажем так, уровне контакта с реальностью. Поэтому, скажем, тот физкультурный аспект, который в йоге есть, он в этом плане помогает очень неплохо. То есть это, резюмируя, йога – это практика самосознания, изучения себя, своих реальных границ, создания реальных представлений о себе, это практика, позволяющая улучшить качество жизни с точки зрения здоровья, это практика, скажем так, психологическая адаптация человека к социуму и к своей внутренней реальности. Ну и по достижении этих целей мы, в общем-то, можем говорить о каких-то более серьезных наработках, то, что я говорил о развитии сознания и развитии интеллектуальных способностей. Спасибо. Александр, скажите, а какие цели на 2018 год вы для себя ставите в здоровье? Ну тут все просто. Я практикую в соответствии с тем стилем и с той методикой, которую я выбрал, и там достаточно целей и задач по развитию тела, развитию внимания. Поэтому у меня уже, грубо говоря, на несколько лет вперед, если буду жив, прописано, что мне нужно делать и какие практики, какие упражнения применять. Второй вопрос будет о том, какие препятствия йога помогла вам преодолеть? Прежде всего, наверное, это касается моего ощущения некоторой изолированности от мира. Я в детстве чувствовал, что я как-то не очень глубоко погружен в реальность. Мне казалось, что в этом плане надо как-то глубже чувствовать или что-то сделать. И для меня йога была, прежде всего, техникой, которая позволяла мне изучать возможности своего восприятия, как-то развивать внимание, ну и в том числе развивать коммуникативные навыки, то есть общение с людьми, в том числе в плане того, чтобы задать людям те же самые беспокоящие вопросы. Потому что мы все в этом плане одинаковые. Вот. И также практика йоги, ее физический компонент, позволила мне достичь, скажем, лучшего понимания и владения телом. Вот. И снятие тех ограничений, которые я тоже находил в себе, как и все люди. В общем-то, недостаточная подвижность, недостаточная эластичность, недостаточный контроль и пластика движений. Вот. То есть все это, в общем-то, йога позволяет так или иначе преодолеть. Следующий вопрос, последний, будет о том, что вы находите для себя в преподавании йоги. Что самое сокровенное? Сокровенное. Вы знаете, меня очень всегда вдохновляет вот то ощущение, которое возникает при хорошей групповой работе, когда собираются люди, которые с энтузиазмом занимаются, у которых есть какие-то свои цели. И в это время, в сам момент, когда мы практикуем, возникает совершенно особое ощущение некоторого единства и некоторой важной цели этой деятельности. Это просто красиво. То есть эстетический момент. То есть хорошая тренировка – это всегда очень красиво, вдохновенно. Вот. Я, конечно, это не абсолютизирую, не считаю, что это бог вещество, но тем не менее это здорово. Вот. А для развития моих личных качеств, то есть преподавание позволяет мне лучше понимать, в общем-то, то, чем я занимаюсь, задачи йоги, задачи касательно саморазвития и изучения методов. Потому что, когда есть обратная связь, то всегда можно посмотреть, насколько это работает, насколько это соответствует реальности, исправить какие-то свои ошибки, недочеты. То есть есть, с одной стороны, задача совершенствования как преподавателя, как лектора, задача совершенствования себя как практика, которая передает другим методики. Ну и, опять же, проверка на соответствие реальности. Потому что бывает, что-то кажется, из тех методов, которые я практикую, что-то кажется важным, интересным. Предлагаешь это людям, ну они, скажем, не особо отвлекаются и понимают, что, наверное, нужно пересмотреть или поменять, или это вообще ни о чем. Кстати.